В этом уроке мы с вами поговорим немножко о компонентах. Более подробно те мы с вами будем рассматривать, когда будем программировать. Но сейчас на самом деле стоит эти вещи понимать и знать. Что такое вообще компоненты? Компоненты это своего рода дочерние элементы. Причем под дочерними элементами могут быть на самом деле самые-самые разные элементы. То есть это могут быть какие-то звуки, могут быть какие-то источники света, могут быть другие какие-то объекты. То есть целые там Большие сцены могут даже быть дочерними Какой-то другой сцены и так далее Давайте сами мы например вытащим стол Вот и мы можем С вами обратить внимание вот в этой В этом окошке тут у нас видите вот есть Вот этот вот стол а у него есть Дочерний как бы элемент Как раз который является static mesh Компонент по сути вот это у нас просто Как бы такой объект в целом А это именно конкретный static mesh Вот но помимо того что у нас имеет static mesh В виде стола мы можем с вами добавить Еще какой-нибудь объект Ну например добавим мы с вами Particle system То есть это некие частицы Причем видно что они тут Их нельзя например сделать на том же уровне Static mesh, они должны стать именно Внутрь static mesh компонента То есть его нельзя сделать на том же уровне То есть это у нас именно родительский компонент А это уже дочерний компонент Причем Также мы с вами можем добавить Еще допустим источник света Да и его то мы сможем уже без проблем Сделать на том же уровне То есть теперь у нас видите Static mesh компонент Родительский компонент Particle system дочерний И point light Соответственно Тоже дочерний Вот Стatic mesh компонент То есть такое дерево Можем без проблем создавать Ну и давайте например Particle system поставим Какой-нибудь огонь Да и так же с вами безусловно Мы сейчас его Поднимем Давайте вот сюда вот Так Нажмем G Посмотрим как это будет выглядеть Таким вот образом То есть вот Вот еще какая Какая вообще суть всего То есть вроде бы тут у нас всего лишь Видите один объект Нету никаких вот этих иерархий То есть ничего лишнего Но в то же время у нас Это полноценная Вещь Которая Позволяет перемещать Вместе с собой И все ее дочерние компоненты Вот таким образом Это работает Ну свет потом мы с вами будем изучать Всегда будем проходить Мы с вами делать Это не проблема У нас пока что сейчас Да То есть вот таким вот образом Вот главное Чтобы сейчас поняли Это то что У нас с вами могут быть Не просто сами по себе Какие-то там объекты находиться Но они могут содержать в себе Ряд других компонентов Причем Совершенно произвольной Иерархической структуры И то же самое Что о чем мы с вами говорили В прошлом уроке Все вот эти вот объекты Они имеют координаты Относительность Например вот этот Particle system Имеет Координату Z90 Относительно Своего родительского компонента На static mesh Point line Имеет такие вот координаты Относительно опять же Static mesh Если например Я point line Запихну внутрь Particle system Тогда он будет иметь Координату 40 Относительно Particle system То есть вот так это работает Я думаю понятно Вот Ну и особенно важная Эта информация будет Тогда когда мы с вами Будем проходить Уже программирование Вот там вот это Используется Очень часто И там естественно Очень многие путают То есть они путают Они понимают Так какие координаты 90 по Z Или же все таки 260 Вот эти вот вещи Надо четко понимать И знать Какие функции Там правильно вызывать И так далее Это очень важная вещь Безусловно Кстати говоря Можно все настраивать Кстати говоря Можно и static mesh поменять Допустим На какой-то другой Это тоже без проблем Он заменится Именно вот этого компонента Вот Ну и в целом Так и все Вот Спасибо за внимание Спасибо за внимание